Друзья, всем привет! Вы слушаете SD-Cast, 37-й выпуск, и сегодня у меня в гостях Женя Кривошеев, инженер, спикер, GL-тренер. Жень, привет! Всем приветики! Ну, как всегда, по традиции, расскажи немножко чуть больше о себе вообще, то я так очень кратко. Ну, хотя инженер, как мы уже с тобой решили, это звучит гордо, но я думаю, тебе есть что еще добавить при себя. Да, ну, действительно, я бы себя спозиционировал как такой софтверный инженер, но меня больше, наверное, народ знает как спикер на конференциях, коуч, тренер, хотя большую часть времени я сейчас, собственно, фигачу руками, и в своем проекте мы действительно занимаемся разработкой от и до требований через продуктовый анализ и в сторону архитектуры полный цикл, поэтому сейчас я гораздо больше руками работаю. Слушай, а вот интересно, кстати, так сразу спросить, после того, как вот ты работал руками, потом, значит, больше там рассказывал, что-то такое, вот там, не знаю, анализировал, там, архитектурировал, и тут раз снова руками, вот как оно? Прекрасно, потому что, когда ты с клиентами работаешь, ты видишь их проблемы, пробуешь какие-то вещи, с ребятами общаешься, очень богатый опыт, это фидбэк от клиентов, вот, собственно, ребят со стороны клиента, когда ты им что-то рассказываешь, они тебе фидбэчат, ты вместе с ними находишь какие-то архитектуры решения, такую копилку базовую формируют, и из копилки гораздо проще типовые решения доставать, и у тебя, грубо говоря, такой набор паттернов, начиная от, я не знаю, инженерных, дизайн-паттернов, архитектурных, процессных, продуктовых, и поэтому какие-то свои вещи делать становится действительно проще, потому что ты уже большую часть рисков прошел вместе с другими людьми, по большей части успешно. Здорово. Слушай, ну, вначале расскажи немножко, в принципе, как давно ты и чем вообще занимаешься, так, краткий экскурс, что называется. Ну, карьера моя началась еще в институте, у нас такой достаточно был продвинутый поток, мы где-то курсы с третьего начали работать уже все практически, большая часть даже по специальности, и, естественно, все начинали с каких-то адовых ПХП-сайтиков. А что у тебя было до специальности, извини, перебил? Асою. А, ну, понятно. Да, то есть, самая стремная система техники, да, да, да. Ну, у нас еще вот параллельный поток, это были разработчики компиляторов, но как-то вот у них не сдалось с работы по специальности, и все, больше такой прикладной саппорт. Да, 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 ты знаешь, у меня тоже специальный саппорт, то есть система автоматизированного проектирования, те самые компиляторы, но как-то тоже не сложилось. Да, да, да. Это как-то все больше в сторону таких прикладных решений, за что, собственно, клиенты платили. И я помню третий курс, и первая зарплата 100 баксов была, по тем временам эти были достаточно существенные деньги, и как-то вот с тех пор и повелось. Дальше было такое распараллеливание карьеры, была параллельная разработка и какие-то такие тренерские активности. Я успел поработать и там инструктором, и потом как-то вот туда-сюда, постоянно между двумя этими огнями меня мотало, и получилось, что в какой-то момент, был фокус больше на такой консалтерской деятельности, и мы вместе с компанией ScramTrack, очень классные ребята, достаточно много времени провели. И вот последняя фаза, я сфокусировался уже на своем проекте, и такой обычный прикладной софт, продуктовая разработка, и здесь как раз вот в полной мере как раз пригождается опыт успешных кейсов и какие-то копилка уже паттернов готова. Ясно. Ну, давай, наверное, начнем, вначале поговорим про всякие вот методологии, как раз-таки процессы разработки, какие они там бывают, как бы у тебя большой опыт там в Agile, в Scrum, да, вот интересно послушать с твоей точки зрения все-таки, какие подходы там, не знаю, лучше, хуже, применимы к чему, где, ну вот как-то так, давай начнем. Ну, то есть начнем холивор, да? Ну, конечно. Окей. Ну, я бы на самом деле тоже вот, если со стороны посмотреть, когда ты в такой специфике достаточно долгое время варишься, именно процессный, потому что в ScrumTrack я отвечал за то, чтобы поддерживать инженерии и вот эти вот все замечательные процессные начинания. То есть это, конечно, клево, ценности, да, какие-то процессные паттерны, но потом же это все нужно инженерии, с такой инженерной точки зрения поддерживать. Это был как раз мой фокус. И чтобы я вот отметил, наверное, самое важное, что никто не очень, никто, вообще, наверное, никто не понимает, а что же такое Agile. Вот это вот самая большая проблема. Потому что вот спроси трех человек, что такое Agile, и получишь там пять разных ответов. Вот это большая, мне кажется, беда, и в том числе популяризаторов Agile, и как-то вот ребята, которые пощупались сами, они очень интуитивно в основном формулируют некоторый вижн, такое некоторое мнение о том, что же это такое. Но потом, когда пытаются кому-то транслировать этот вижн, да, все видят внешние ритуалы. То есть вот если мы там делаем раз-два-три, как, например, в случае Scrum или Kanban, какие-то базовые практики выполняем, то вот вроде у нас вот Agile философия. Хотя это не совсем так, и очень часто люди занимаются таким строительством карго-культа, где ритуалы заменяют здравый смысл. И мы, получается, выходим на такой второй виток спирали, когда в свое время Agile культура появилась как отрицание карго-культа всяких формальных, излишне заформализованных процессов. И тут мы выходим на второй виток спирали, когда сам по себе Agile превращается вот в такой набор ритуалов, зачастую бессмысленное. Вот. И вот если вот от этого отталкиваться, то, мне кажется, в первую очередь нужно понять, а что же это такое. Как вот сформулировать, там, я не знаю, своей бабушке, там, внучок, а что ты делаешь? Да, вот я тут по Agile фигачу. Ох, расскажи, а что это? Ну, вот это, кстати говоря, да, умение объяснять, как ты понимаешь, знаешь, если ты не можешь, там, кто там говорил, да, не можешь объяснить шестилетнему ребенку, что такое, там, какой-то термин, то, значит, ты просто не понимаешь, что это. Да, эти слова приписывают Ричарду Фейнману. Да, да, Фейнману, точно. Ну, не знаю, насколько это правонарно приписывание. Да, уж не знаю. Ну, расскажи, вот, да, и все же, что же такое за зверь? Да, собственно, что же это за зверь? Вот, когда ты за чередой ритуалов, на самом деле ведь таких процессных практик, которые в семейство ритуалов входит, их очень много. Мы видим скрам, с чего, собственно, началась такая популяризация. Мы видим сегодня более модную тему камбан, послезавтра увидим еще что-то, еще что-то. Мне кажется, основной фокус этих процессов, и для меня лично, это просто-напросто концентрированный здравый смысл. То есть, если вы пользуетесь, включаете голову и пользуетесь здравым смыслом, вы уже формально работаете вот в этой agile культуре. И потом вот этот здравый смысл, он декомпозируется на некоторый набор уже процессных техник. И вот если посмотреть слоями, то мы видим процессные вещи, мы видим инженерные вещи, мы видим культурные вещи. Вот такой вот слоеный пирожок получается. Если говорить про, наверное, самый высокий уровень, вот культурный, то тут все очень просто. Agile культура – это культура ответственности. То есть, когда ты самостоятельно принимаешь решения, и можешь взять, и независимо от того, есть у тебя регламент, нет у тебя регламента, принято, не принято вот оторвать попу от стула, пойти решить проблему. Ну, скажем так, когда каждый член команды принимает на себя ответственность… В рамках своей, как бы, зоны. Вот, не обязательно даже в рамках своей зоны, потому что… Может быть, иногда даже хорошо, что выходит за ней. Большую часть должен выходить. Потому что тут какая история. Если, как раз, если противопоставлять agile культуру и формальной культуре, производство, которое тоже имеет свое место, и, в общем, нельзя полностью огульно критиковать и формальные техники управления проектами. У них есть своя ниша. Просто вот, мне кажется, очень хорошая работа, которая описывает вот некоторые контексты, внутри которых можно применять сильные процессные практики. Это такой фреймворк, называется Kinevin. Он пишется совсем не так, как слышится, но это пишется Tinofin через Y. Ты мне потом пришедешь, мы обязательно в шоу-нос добавим все ссылочки. И это, на самом деле, очень классная картинка. Она примеряет сторонников и противников практически всех, потому что автор, он описал суть проблем, которые мы решаем. И эта суть проблемы, она упирается в такую очень неприятную штуку, называется неопределенность. И вот чем больше у нас неопределенности, или, наоборот, чем ее меньше, причем у него еще эта неопределенность, она по двум осям разложена. То есть получается такая маточка два на два. И получается, что различные процессные и культурные практики мы должны применять в соответствии с той задачей и с тем бизнес-контекстом, в котором существует. Вот простой пример. Если у нас есть очень... То есть мы не решаем новые проблемы каждый день. Мы решаем одну и ту же проблему каждый день. Вот в таких моделях как раз они тяготеют к формализации. Потому что чем более заформализованный процесс, тем мы можем обеспечить большую устойчивость бизнеса. К примеру, какой-нибудь адовый колл-центр. И вот они сидят, и они по скриптам фигачат. И понятно, что есть тоже место творчества, безусловно. Но в целом, чем больше мы зарегламентируем, чем больше мы будем вкладываться в развитие этих скриптов, то есть по сути этих регламентов, тем мы можем больше повысить выручку, с одной стороны. А с другой стороны, у нас система производства, она становится очень устойчивой. В том смысле, что мы можем половину взять и уволить нафиг, половину другую нанять, я не знаю, с минимальной подготовкой. И вот за счет вот этих вложений в формальные артефакты бизнес становится очень устойчивым. Но это, видишь, такая модель, она подходит для ситуации, когда неопределенность, она не очень высокая. То есть когда понятно, что делать, и понятно, как делать. Как раз вот эти две оси в этой модели, описание неопределенности. Как делать и что делать, если очень сильно упростить. Ну да. И получается, что вот чем больше мы движемся в сторону ситуации, когда мы не очень хорошо понимаем, что делать, и тем более не очень хорошо понимаем, как это делать, вот тут-то приходит, в первую очередь, на сцену выходит способность людей к инициативе. То есть вовлеченность, способность решать не только проблемы свои, но и чужие, и в целом своими усилиями проталкивать команду к результату. И вот здесь уже практически ничего нельзя зарегламентировать, потому что задача непонятная, и непонятны способы достижения. Здесь как раз у нас такой Uber Agile появляется, когда не просто мы идем, примерно понимая как, но не очень понимая куда, а когда мы вообще ничего не знаем. Ну как бы да, просто есть проект, есть какой-то, скажем так, конечный точка, к которой надо прийти, в общем и целом описывать, что должен быть продукт, а вот как ее достичь, какими способами. То есть тут уже вот этого ничего не понятно, и много разных вариантов появляется. Да, и вот как раз, когда ты говоришь продукт, это как раз ситуация высокой неопределенности, когда мы не знаем, что делать. Потому что как раз именно продуктовая специфика бизнеса, она в том, что мы не очень хорошо понимаем, что нам нужно сделать, потому что мы должны обгрузить, посмотреть реакцию рынка, переделать. Вот это такие делать MVP-шечки. То есть это такая двойная неопределенность. И как мы не очень хорошо знаем, и в процессе это выявляем, и что делать, тоже мы не знаем. Но вот тут как раз вот эти культурные особенности, они в первую очередь выходят. Ситуация, когда команда действительно должна быть самоорганизованной, замотивированной, и особо регламентами ты это не опишешь. А если попытаешься это зарегламентировать, то, во-первых, все равно ничего не получится, потому что все это будет очень меняться подвижно. И тут вот как раз выходит в первую очередь коммуникация. Способность людей коммуницировать, ответственность. И вот это как раз на таком бытовом уровне мы видим часто таких людей, мы их называем обычно инициативными. Они действительно отрывают поп от стула, идут, сами делают, помогают другим. То есть формально они работают как раз в agile культуре. И вот тут, если говорить именно про культурную особенность, мы, казалось бы, да, почему всем братьям и так работать? Ну, круто же, да, вот ты как бы подорвался, там, задрайвил себя, там, вы вместе фигачите, каждый день новые проблемы решаете. Это же интересно. Но проблема в том, что вы упираетесь в контекст, который несет в себе существующую культуру организации. Потому что каждая компания, она проходит достаточно долгий, местами даже мучительный процесс становления своей личной культуры. И если эта культура не подразумевает инициативность, самостоятельность, какой-то такой векторный результат, вот тут начинается очень серьезный структурный конфликт. И вообще тоже, чем больше работаешь с компаниями, тем больше понимаешь роль этих структурных конфликтов. Не личностных, они тоже важны, они тоже нужны, личные конфликты. Но вот есть фундаментально заложенные в структуру. И кто бы ты ни был, какой бы ты ни был неконфликтный, в основном находясь в какой-то роли, ты конфликтуешь с другой ролью. Просто by design, по характеру этой компании. И вот получается, что очень часто вот эта модель самоорганизации, движухи такой, интереса, она просто блокируется за счет существующей культуры. И мы очень часто видим культуры такие авторитарные. Мы видим культуры не авторитарные лично, но формальные, зарегламентированные очень. И вот в таких двух средах достаточно сложно приходится ребятам. Мы наблюдаем, конечно, ситуации, когда есть такие очаги сопротивления, такие повстанцы, которые говорят, да блин, ну сколько можно фигней заниматься эти бумажки заполнять, давайте как бы уже. Вот включим тот самый пресловутый здравый смысл. И как бы зачем делать вот так, если можем сделать по-другому, и это будет быстрее и лучше. Да, иногда это неоправданно. То есть вот эти вот регламенты, они тоже не просто так появляются. Иногда они вступают в конфликт с этим желанием поставлять вот с точки зрения здравого смысла. И иногда действительно регламенты имеют смысл. Но это вот, как ни парадоксально, не очень часто кейс. Чаще всего, да, мы действительно упираемся либо в личную культуру руководителя, который говорит, не, ребят, стоп, все, успокоились, давайте по регламенту. Потому что у него свой вижен, своя культура. И получается, что, да, как бы не всегда получается эту культуру воспроизвести, но с этим можно работать и нужно работать. Ну, тут смотри, вот как бы немножко так противовес, дабы поспорить. Когда вот еще нет какого-то вот этого слаженности и общего какого-то такого, ну, тимбилдинга, какого-то коммуникации налаженных, то регламенты, они позволяют с большей легкостью структурировать и выставить весь процесс на первом этапе как минимум. То есть ты зафиксировал регламенты, сказал, ребята, вот, все, действуем все вот так, и вроде, знаешь, как бы всем все понятно и очень легко начать ему следовать. Вот выращивание вот этой agile, как бы культуры, когда инициатива, вот оно, с одной стороны, ведь если нет как бы общего какого-то, там, не знаю, роудмапа, ну, или направления вектора, который все надо задавать, оно может завести немножко в сторону, если не совсем сильно в сторону, ведь правда же? Конечно, оно и должно заводить в сторону, потому что, смотри, тут какая история с этими регламентами. Да, действительно, выглядит так, что это более простая точка входа, что у нас есть некоторые регламенты, вот по бумажечкам и поехали. Что кто делает? И получается, что есть набор, опять же, структурных конфликтов, есть набор проблем. И пока люди, вот просто не оторвут тоже попу от стула, не подойдут к другому человеку лично, не начнут с ними нормально по-человечески общаться, вот эти регламенты будут некоторым такой защитным механизмом, который проблемой и структурные конфликты, он их скрывает. То есть, да, ты вроде работаешь по этим регламентам, вроде выглядит так, что точка входа легкая, но это, вот эти бомбы, мины замедленного действия, они продолжают тикать. То есть, понятно, что если сразу начинать способствовать, чтобы ребята коммуницировали, чтобы они приходили, общались, понятно, будут конфликты, но они будут явные. То есть, ты все вот эти проблемы, ты вытаскиваешь, а с помощью регламентов ты их можешь как-то вот завуалировать. Да, немножко, да. Но это не значит, что проблем нет. Да, они остаются, просто они выстрелят или будут медленно и долго подтачивать твою эффективность, эффективность твоей компании. Слушай, ну а сразу тогда вот как, какие меры есть для того, чтобы как-то вот их не просто завуалировать, а именно попытаться все-таки решить? То есть, чем можно помочь этим, погасить эти конфликты естественным и именно здравым способом? Ну, как раз вот мы плавненько переходим от культурного условия, где я бы вот сформулировал тоже джелл как такой здравый смысл, банальный здравый смысл. Не делать фигни, да, делай то, что нужно делать, делай это правильно. Вот, а потому что очень часто как раз вот эти вот оболочки в виде нашей компании, ее регламентов, ее культуры, они как раз противоречат здравому смыслу. И тут как раз спрашиваешь, да, вот как на уровень ниже опуститься, уже на такой более процессный уровень от культурного. Вот, то есть, если вы осознали в компании, да, что культура коммуникаций, она и такой коллективной совместной деятельности, она более эффективна, чем культура индивидуальности или культура такого авторитарного управления. Вот как раз опускаемся ниже, если это признали, и думаем, как это процессно построить. И тут начинается тот же самый здравый смысл. Вот как мы поймем проблемы? У нас процессных паттернов гораздо больше, чем культурных. И мы видим такие вещи, которые идут к нам из комбана, из скрама, из других процессных фреймворков. Первое, наверное, с чего бы я начал, и что мне кажется самое важное, это ретроспектива. То есть, обычно ребята, они прекрасно понимают проблемы. Просто так здесь принято, так сложилось, поэтому, ну, как бы и живем тогда. А если на ретроспективе регулярно их начать делать, то эти проблемы будут всплывать. И вы начинаете просто разбираться потихонечку, да, а что, вот как выглядит ваша производственная система, где у нее ограничения, и почему мы до сих пор так живем. Ну, и что нам сделать, чтобы эти ограничения снимать. Вот. Поэтому начать с ретроспективы, это самый простой ход. И вот тут начинается проблема в том, что нужно научиться слышать ребят, и нужно, чтобы ребята научились друг друга слышать. Если они еще находятся не в такой коммуникационной культуре, вот как-то любители побежаться, вот как раз тоже вот мы до старта записи немножко говорили про хипстеров и олдскул. Да, да, да. Вот. Как раз вот хипстеры, условно, если их так типизировать, это как раз вот культура коммуникаций. Да. Они могут быть в противовес такому олдскулу, где в первую очередь ценятся инженерии, да, инженерные скиллы. Вот. Я крут как инженер. Вот. Условно, в кавычках, да, хипстерская история, это про то, что мы вместе навалимся и решим проблему. Это значит, что тут нужна способность к самопожертвованию, надо отложить свою задачу, да, и решить помочь команде или помочь другу. Это нормальное общение, без лишних там обид, драм, и все такое. Это как раз вот то, что свойственно такому олдскульному инженеру. Угу. Вот. И если вы понимаете на ретроспективе, что есть проблемы, и чаще всего самые ключевые ограничения и проблемы, это именно проблемы, вот, коммуникационные. Ну, это безусловно тут как бы. Вот. И вот тут, поскольку начинаем уже, да, трансформировать восприятие людей. Да, и прекрасно есть, то есть, очень часто тоже есть стереотип, что вот такие олдскульные инженеры, они не переучиваются. Да, они не становятся нормальными, адекватными, открытыми к коммуникациям, открытыми критики. Нет, это не так. Это прекрасно все переколываются, и более того, они даже в какой-то момент становятся настолько ярыми и апологетными, но такой мальчик очнулся, и вот как-то их настолько драйвит вся эта история, что они становятся потом, ой, такими очень-очень agile-oriented. Не все, но достаточное число. Поэтому, да, это можно и нужно делать, да, трансформировать такую персональную уже культуру. Ну, вот как ты опять-таки заметил, да, она тоже не всегда может подходить, в случае, если нет вот этого какого-то желания, да, вот, или как-то понимания, что надо как-то там общаться, взаимодействовать, и все-таки, в принципе, ведь вот такая культура, там, когда там тимлит, просто рулит всем процессом, она тоже имеет право на жизнь, и в некоторых случаях вполне себе тоже может приносить результаты, как бы, да. Тут именно важно, насколько, так сказать, немножко подводя итог, именно желание всех участников процесса как-то вот, ну, начать взаимодействовать, что ли, плотнее, я не знаю, как-то так, наверное, сказать. То есть чувствовать необходимость, наверное, вот не работать в каком-то таком замкнутом своем маленьком мерке, а как-то идти на, ну, более открыто быть к другим участникам. Ну, наверное, как-то так, не знаю, попробовать. Ну, если это формально определить, то это переход как раз от культуры, от такой инженерной культуры к культуре коммуникации. А если с точки зрения банального здравого смысла тоже, то это когда человек понимает, что вместо «я» есть «мы». Это простой психологический переход, когда действительно мы коллективно нормально начинаем. Да, да, действительно, этот переход должен быть. И вот вопрос, кто является триггером. Иногда, тоже вот если так обобщить немножко опыт, крайне редко это само по себе вот так в умах бродит и вдруг там во что-то превращается. Обычно есть такой лидер кристаллизации. То есть, если проводить такую аналогию с физическими процессами, мы можем воду однородную, да, очень сильно охлаждать, и она не превращается в лед. Нужен такой кристаллик, малейшая частица, вокруг которой начнется уже формирование. И вот такие люди нужны. Если топ-менеджмент, если руководство понимает необходимость, оно вот эти кристаллы внедряет осознанно. Да, вот мы их называем скрам-мастерами. Человек, который как раз вот эту культуру вокруг себя начинает кристаллизовывать, да, формировать. Иногда эти люди уже в компании есть. Вопрос, что просто придать им какой-то формальный статус. Что это теперь не просто Петя, который вот молодец, а ты вот теперь, например, там, тимлит или скрам-мастер, в зависимости от того, как менеджмент любит называть процессы. То есть, в зависимости от того, идет этот процесс снизу вверх или сверху вниз, но вот этот вот кристаллик, он обязан появиться. Очень редко это вот как-то совсем равномерно происходит. Обычно это такие один или несколько достаточно харизматичных, ярких лидеров, которые свою команду уже начинают действительно трансформировать по культуре. У меня есть очень хороший кейс. Почему мы так много про культуру говорим? Потому что она очень сильно определяет то, как решаются инженерные проблемы, то, как вообще бизнес строится. То есть, это, мне кажется, такая прослойка между сверху у нас бизнес-модель, то, как компания зарабатывает деньги и для кого она делает. Потом вот этот вот такой эфир, который мы называем культурой, который все пронизывает. А снизу уже идет инженерия. Есть такие хорошие примеры, когда компании очень успешные в своих сегментах. Это удивительный сплав, который держится на, условно, одном-двум человеке. Какой-нибудь там технический директор, который работал с самого-самого начала. Вот его видение культуры, перекос в сторону чего-то формального или, наоборот, коммуникации. Или в сторону инженерных скиллов, или равномерной, способной, сильной команды. Вот его это видение, где вот эту точку поставить в этом многоверном пространстве. Почему это очень важно? Потому что он это видение реализует в жизни путем набора и отсея соответствующих людей. Почему топы так дорого стоят? Почему они так много получают? Потому что они нанимают тех людей, которые будут проводниками той культуры, которой является носитель как раз этот менеджер, который нанимает этих людей. Они в Сочи наймут еще ниже людей, а эти в Сочи наймут еще ниже людей. И вот этот эфир, он формируется. И вот я не буду говорить, кто. Женя, привет, если вы уже слушаете. Вот это технический директор одной известной достаточной компании. Мы с ним вместе учились. Как раз вот яркий пример, когда он с самого начала, у него такой удивительный сплав как бы такого олдскульного, трушного инженера и местами даже вот с уклоном во авторитаризм. Но при этом очень, очень самоорганизованные, клевые и ответственных ребят он набирает. То есть вот этот авторитаризм, небольшая такая доля, не мешает ему набирать людей, которые реально самостоятельны. Такое тоже бывает. То есть нельзя сказать, что у нас сплошные такие черно-белые истории, когда там полюс, либо человек такой весь, ну давайте, ребят, поработаем вместе. И другой полюс – это человек, который там бьет кулаком по столу и говорит, делай так, не хочу слышать, как ты считаешь. Делай ему так. Обычно где-то вот что-то в серединке. И самая успешная ситуация, когда мало того, что человек успешно совмещает различные механики управления и культуры. А еще важно, чтобы это все совпадало с той бизнес-моделью, которая практикует компания, на чем она, собственно, выжимает, то, что лежит выше. То есть я считаю, что если управляемо относиться, то все-таки бизнес-модель должна определять культуру. То есть то, как мы зарабатываем деньги, для кого, как мы делаем, на каком рынке, мы под это дело должны осмысленно формировать культуру. В том числе через отсев кандидатов. Вот тоже такой кейс. В одной из компаний продуктовая разработка. Они набирают ребят, разработчиков, инженеров, тоже с продуктовым бэкграундом. И понимают, что что-то у них как-то не идет. Низкий уровень инженерной культуры, дефекты. Ну, все это хорошо через метрики считается. Мы видим, что, короче, в коде бардак. То есть вроде процесс идет, но технический долг растет. Мы с ними посидели, подумали, и выяснили интересную вещь, что нужно немножко разбавить вот этих продуктовых хипстеров, которых они в очень больших объемах берут. Как раз разработчики имеют с заказной разработки. Потому что продуктовые и заказные разработчики, они тоже как раз сильно по культуре отличаются. И в заказной разработке, во всяком случае, это было до недавнего времени, с недавнего времени тоже как-то эти крайности начинают перетекать друг к другу, и в целом все потихонечку усредняется. Но лет 5-7 назад вот это уже чувствовалось, это разница между культурами заказного разработчика и продуктового. От продуктового мы ждем интуиции, понимания клиента, и, может быть, готовы терпеть его не всегда супер-пупер высокий технический уровень. В заказной разработке был как раз обратный фокус. Сейчас это все блендится, как бы смешивается. И вот как раз вот если вернуться к тому кейсу, мы рекомендовали, вы берите не полностью людей с продуктовым бэкграундом, а разбавляйте их людьми из заказного бэкграунда. И вот как раз такое разбавление привело к тому, что заказные разработчики, они не позволяли совсем уж, ну, условно говоря, говнокодить. Да, несмотря на то, что мы делали успешный продукт, у ребят все хорошо шло, но и технический долг, вот эти как раз ребята, которым было это важно, они вот этот технический долг держали под контролем. А вот продуктовым разработчикам не всегда это важно. Им важен успех продукта, и это абсолютно правильно с точки зрения бизнеса. Но другое дело, что технический долг он накапливается, и в какой-то момент он может этот бизнес убить. Вот, поэтому этот баланс вот как раз устраивается в том числе через фильтрацию разработчиков с разными культурами. На вход в компанию. Да, слушай, ну а тут, кстати, коль уже мы затронули тему всяких технических долгов, ведь тут тоже есть там у некоторых программистов, ну, там, разработчиков, да, огромное желание там поэкспериментировать, вот что-то новое заються. Давайте вот здесь, там, вот это. Да, 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 да. И тут вот тоже как бы с одной стороны там, ну, технический долг это одна там часть, понятное дело, а вот другая, что давайте здесь вот это, ну, и какая клёвая вещь, а вот здесь то-сё. И вот тут тоже как бы насколько оно в рамках agile, то есть это опять-таки командно как-то должно же приниматься, да, решение там использовать, не использовать, либо вот, ну, вот на эту точку зрения, на эту сторону точнее, вот, что скажешь. Ну, смотри, это тоже, я долго размышлял на этой проблеме и понял, что это нифига не проблема. Дело вот в чём, мы когда принимаем инженерные решения, мы должны чётко понимать вот тот конфликт требований, который мы должны своим инженерным решением разрулить. Да, это обычно конфликт функциональных и нефункциональных требований, но очень часто туда добавляются ещё и социальные вещи, да, социально-психологические вещи. И вот то, о чём ты говоришь, нужно, ребят, давайте признаемся честно, мы очень часто принимаем решения, руководствуясь не эффективностью его и то, насколько качественно это решение требований удовлетворяет, а руководствуясь банальным желанием удовлетворить свои инженерные амбиции. Вот это как раз, когда мы говорим про «а давай запилим на Хаскеле, на Монадах, на Адрикативных фонтерах», вот эта вся тема, это ж не про бизнес, да, потому что если говорить про бизнес, мы бы все пилили на GB-версия там 1.2 до сих пор и были бы счастливы. Получается, вот такой действительно, опять же, структурный конфликт, структурный дисбаланс, то есть это не личностный, не персональный, а именно структурный. Когда, с одной стороны, если бы мы слушали только бизнес, у нас бы индустрия вообще не двигалась бы. Но, с другой стороны, если мы постоянно будем какие-то новинки использовать, непроверенные, это же риски проектные. Конечно, конечно. Такой хардкорный ПМ он скажет, ребят, успокойтесь, да, будем делать из тех палок и веревок, которые проверены железобетонно. Давайте вот не будем за счет моих кипяев тут рисковать с вашими там хаскерами всякими. Вот, поэтому действительно возникает необходимость некоторого компромисса. С одной стороны, ребята хотят удовлетворить свои инженерные амбиции, но с другой стороны, в проекте нужно использовать проверенные вещи, проверенные технологии, проверенные подходы. Вот, поэтому в зависимости от своей бизнес-подели, то есть наверх посмотреть, по ней бабло зарабатывает. Выбираются различные способы от разруливания этого конфликта. Есть тоже набор процессных паттернов, и компания просто эти процессные паттерны выбирает. Один из паттернов, все мы знаем, любим, правда никто его, наверное, в глаза не видел, как это делается, это вот как раз вот эти зеленые пятницы, когда день в неделю или полдня в неделю крупными компаниями выделяется ребятам, чтобы они занимались какой-то своей фигней, но при этом потом рассказали, что же они такое пилили. Тоже спорная практика, половина компании попробовала из крупника, кто-то отказался, кто-то продолжает это использовать, но это как раз ровно история, когда мы хотим некоторого разумного компромисса между междуными противоречимыми вещами. То есть такое, в принципе, официально, скажем так, одобренное, одушка, да, что ты вот, компания официально говорит, ребят, ну да, ты вот там хотел всю жизнь там на Хаскале попробовать там нам тут три недели, три недели, ну вот тебе там пятница, попробуй, докажи, расскажи, что оно действительно того стоит, условно говоря. Да, именно, именно. То есть получается, за счет компании люди занимаются вот этим условным саморазвитием и какой-то такой интересной для них движухой, потому что все понимают, да, что если мы не будем давать это, то, в общем, наверное, разработчики разойдутся. А так как им по работе приходится пилить, опять же, те же самые какие-то там EGB 1.2, видимо, это приходится так делать. Ну, то есть это позволяет, конечно же, так сказать, снизить градус вот этой накаленности страстей, как бы, ну, дискомфорта какого-то, да. Слушай, это хорошо, а какие еще вот помимо паттерна, помимо зеленой пятницы еще и бывают? То есть вот, опять же, да, мы сталкиваемся с тем, что хочется чего-то новенького, да, при этом, при этом должны быть решения проверенные. Мы можем тоже новые технологии использовать просто не в ядре проекта, не в самых критических, бизнесово-критических подсистемах. Никто не мешает, я не знаю, там, выделить подсистему, которая не бизнес-критикал и запилить ее на любимой скале и попробовать, что же это такое, а потом рассказать и поделиться опытом. Тоже популярная история и, мне кажется, абсолютно разумная. Ну, мне кажется, она тоже, да, более разумная. Потому что иначе в какой-то момент мы с технологической точки зрения можем застрять и компания просто не будет, не пробуя новых вещей, не будет повышать эффективность своей разработки. А это сегодня очень важная штука, потому что разработчик настолько стал дорогим, что мы как бы переходим к ситуации, когда действительно нужно уменьшить эти деньги. Если какой-то язык, фреймворк или платформа позволяет нам сэкономить человека часы, это становится уже не просто там бловством, ребят, вы со своим Махаскелем фигней какой-то занимаетесь, это становится уже бизнес-критикой вещью. Но тут, кстати говоря, вот согласись, насколько там мир, не знаю, 10 лет назад IT и вообще вся инфраструктура и отрасль развивалась так не спеша и действительно одни и те же технологии, там 2-3-5 лет можно было использовать и как-то действительно не бояться. То есть сейчас ты там, не знаю, ушел в отпуск, пришел, да, тут уже, значит, новые фреймворки, там, не знаю, технологии, еще что-то. И вот тут такой важный, мне кажется, момент, что насколько действительно надо не отставать и вот совмещать вот эту тонкую грань, так сказать, да, компромисса именно, потому что если чуть-чуть давить все время на бизнес, что надо там сроки, пятое-десятое, очень, то есть сейчас, скажем так, цена и скорость отставания, она значительно выше, чем там была там 5-10 лет назад. Да, ты хороший вопрос поднимаешь, но у меня такая интересная эволюционный ответ будет, мне кажется, система очень разумно самобалансируется, то есть выглядит, на мой взгляд, таким образом, у меня такая модель мира, наверное, она неправильная, но вот как-то она так сложилась, выглядит таким образом, молодежь приходит после вузов, и причем я не говорю про Россию, я говорю, наверное, про весь мир, приходит после условного какого-нибудь там МИТа или Оксфорда, и вот они начинают фигачить, у них полно энергии, и вот они начинают, давайте посмотрим эту технологию, эту технологию, эту технологию, вот они молодые специалисты, у которых полно энергии, и под энергией я, наверное, в первую очередь понимаю способности осваивать новое, очень быстро, безумное желание попробовать много-много новой фигни, которая постепенно с возрастом, она, скажем честно, у разработчиков сходит потихонечку, то есть чем дальше в лес, тем как-то тяжелее уже этого, вот я, например, вот тоже уже как-то понимаю, что нужно там сильно заботать какой-нибудь там адовый джава-скрипт, меня тошнит от бестиповых языков, я не умею писать бестипов, и вот я понимаю, что нужно будет, для меня это как Голгофа какая-то, а молодежь берет там и фигачит. Ты знаешь, а мне тут кажется, что это, ну с одной стороны это да, а другой момент, что с возрастом, с накапливанием опыта, ты начинаешь уже немножко больше разбираться и не бросаться с головой в первый попавшийся. Вот это как раз, мне кажется, вот этот самый механизм саморегуляции, то есть приходит эта молодежь, она адово начинает втягивать новые истории, но с возрастом, с опытом, причем возраст такой, ну это условное понятие, да, вот там человек, который в хорошем проекте провел, в плотником таком, да, нагруженном, хотя бы 2-3 года, он уже, можно считать его почти зрелым, еще пару лет и он уже совсем зрелый, то есть 5 лет в плотном проекте и это уже зрелый человек, чем дальше влез, чем больше у него зрелости, тем он становится спокойней, вот как раз вот эта разумная консервативность, что, ребят, вот пока мы были молодыми, мы бегали, прыгали и втягивали там новые всякие прикольные истории, а вот чем дальше влез, вот тема как-то поспокойнее, чем провереннее, чем проще, тем оно лучше, а проще, это предсказуемее, то есть эта трансформация происходит, вот, и эти люди обычно тоже за счет эволюционных механизмов, эти люди вырастают уже в менеджеров и получается такая самобалансировка, люди растут, консервативность повышается, а снизу вот приходят вот эти вот молодежь-движут, которые не дают совсем уж превратиться в унылое, да, там что-то такое, устаревшее, и вот получаются такие качели и вот всплески некоторые, которые в индустрии у нас происходят, новые технологии, языки, платформы, которые связаны, кстати, вот если обратишь внимание, это в первую очередь деятельность каких-то очень больших, крупных компаний, гигантов таких, они вбрасывают в основном такие вещи, интерес к ним тоже формируют. Ну, они могут все, да, у них как бы есть, с одной стороны, да, они сбрасывают, с другой стороны, за счет того, что они такие большие, всем известные, и у них есть там ресурсы, они, конечно, скажем так, как направляют вот развитие всей... Да, да, именно за счет того, что у них есть ресурсы, то есть они могут позволить вот этим самым своим разработчикам за счет этих самых пресловутых там зеленых пятниц и не очень зеленых, вот как-то движуху держать, и поэтому наблюдаем, у нас, грубо говоря, есть какой-то спад в, вот в целом, в IT-области, в области интернета, в первую очередь, потому что гиганты в основном у нас там тусят. Вот, оп, соответственно, чуть-чуть понижается активность, на это... Затем это компенсируется. Вот такие вот качели, такой баланс, он постепенно выдерживается. Сейчас мы видим, да, ситуацию, что, я знаю, 10 лет назад, да, даже больше 15, уже время потерял, когда у нас там между версиями Java проходило там спокойно лет 5, и, в общем, все такие, ну что, когда там 1.4 у них? Такие вещи были. Ну да. Да, сейчас все становится гораздо более стремительным, но, мне кажется, это переродится тоже в какое-то тоже успокоение, но немножко, наверное, на другом уровне. Посмотрим. Я не знаю точно, но процесс, он естественным образом эволюционно, он сбалансирован, который не позволяет ни застареть ему, ни, с другой стороны, совсем уж превратиться в какую-то галтелую хипстерскую историю, что давайте писать там все на JavaScript, затащим его там на сервер-сайт. Не дай бог. Ну... Я сейчас троллю, если что. Да я... Без вопросов. Слушай, ну вот все равно, смотри, как-то вот, да там, это, конечно, совсем такое длинные этапы там в итерации, так сказать, каких-то там развитий, релизов, они, может быть, тоже не очень хороши, но мне кажется, знаешь, вся вот этот бум, который есть сейчас, что все там перешли, не знаю, там на трех-четырех, там шестинедельные циклы выпуска там новых версий, это тоже как-то, ну, не самое удачное, может быть, решение. То есть это, оно просто, конечно, может быть вызвано каким-то вот этой гонкой, так сказать, борьбой, да, между там какими-то там конкурентами, но в целом как-то вот эти там, не знаю, там вот браузеры, да, они там выходят каждые там, не знаю, 2-3-6 недель, честно говоря, уже даже раньше как-то следил за этим, да, но старался там следить, вот я там со своей стороны, да, поскольку там больше вебом занимаюсь, хотя не только, как-то что там нового, то сейчас как-то, знаешь, уже, ну, вышел там какой-то там Chrome 49, 53, там 2048, ну и ладно, ну что-то через 3 недели там следующий выйдет, как-то немножко глаз замыливается и теряется вот, скажем так, акценты вот на этих релизах, они теряются, но это опять к вопросу, наверное, больше, знаешь, как бы continuous, вот это delivery, вот в эту сторону, наверное. Вот это ваше все, continuous delivery, да? Да, 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 да. Ну смотри, мне кажется, тут вот такая постановка у тебя сразу была, да, что, ну вот там, хорошо, плохо, ну, опять же, мне кажется, нет там особо ничего хорошего, плохого, паттерны, процессы, они выживают. Ну да, 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 скорее нехорошего, плохого, просто вот было так, стало так, да, конечно. Вот это связано, опять же, с бизнес-моделью. Действительно, если вот посмотреть вот эту ключевую историю, неопределенность, она бывает внешняя и внутренняя, то есть неопределенно связана с тем, как бы, что мы делаем и неопределенно связана с тем, как мы делаем. И получается, что если нам по бизнесу, по бизнесу, нужно работать, в условиях высокой неопределенности, нам просто без вариантов, нам нужно поставлять часто. Иначе мы просто убиваем свою компанию и, в общем, действительно, без вариантов, нам нужно поставлять часто. Но это такая бизнесовая история, и действительно, мы говорим, вот продуктованеры, они нас там торопят быстро проверить рыночные гипотезы. Это вот основная цель, как кажется, этих таких коротких циклов поставок, коротких итераций. Но тут же все дружно забывают, что, оказывается, у инженеров есть своя неопределенность, то есть, когда мы проектируем архитектуру, мы исходим из кучи предположений. Так, вот сейчас мы втянем вот эту под систему, здесь мы купим этот компонент, вот сейчас мы тут библиотечку вот эту подцепим. А с чего вы взяли, что это все заработает ровно так, как вы и предполагали. И получается, что с ростом и внутренней сложности вот этих новых аспектов, которые у нас появляются и вплетаются все больше, там, не знаю, конкуренции, безопасность, то есть, если вот взять совокупность всех требований к системе, как функциональных, так и атрибутов качества, получается, что наша внутренняя сложность, она сегодня просто офигеть колоссальная. Да, мы с ней пытаемся бороться, мы компонентную модель практикуем, но до сих пор проблема не решена. Поэтому, как ни парадоксально, оказывается, что такие частые поставки это способ снижения рисков и для нас, в первую очередь, для инженеров, для архитекторов. То есть, втянули библиотечку, так, как она работает, давай попробуем. Проверили, проверили, фигак не взлетело, как мы ожидаем. И вот если мы будем заниматься обильным таким upfront дизайном, когда мы там все так красиво по стенам нарисовали, флипчартами все завесили, вау, круто, вот сейчас оно полетит, нифига оно не полетит. И получается, что бизнес-идея, она инкрементально развивается. И внутренняя реализация, то есть, вот эта наша самая система, архитектура, она тоже инкрементально развивается, потому что ее сложность высокая. Тут еще вопрос в том, что, как бы, смотри, частые релизы, они, насколько я понимаю, позволяют же и вот, то есть, внедрение там библиотеки какой-то, ну, это один момент, что да, там взлетело, не взлетело, но тут еще вопрос в том, что вот эта неизвестность, она ведь влечет в то, что ты архитектуру можешь, можешь допустить архитектурные ошибки, и, соответственно, которые, если там нету частых релизов, тоже могут выясниться слишком поздно, когда придется очень большой пласт, ну, там, переделывать, откатываться, то есть. Ну, можно я вот свое видение немножко расскажу? Да, давай, конечно. Прямо того, что мы не можем допустить архитектурную, мы их обязательно допустим. Ну, в смысле, они допускаются всегда, конечно, просто вопрос, насколько погрешность. Когда мы о них узнаем. Да, да, погрешность большая. И получается, что частые поставки, и в пределе мы приходим к моделям Continuous Integration и еще дальше Continuous Delivery, это как раз инструмент узнавать об ошибках быстро. И как о внутренних, неправильно принятых решениях архитектурных, так и о внешних ошибках, я имею в виду функциональные требования, какие-то рыночные гипотезы. И получается, что выигрывает тот сегодня, не кто заранее все правильно сделал, а тот, кто быстрее понял ошибку и кто быстрее ее исправил. Смотри, но, извините, правильно я понимаю, что за счет того, что мы быстрее понимаем ошибку, но цена вот этой скорости это не очень качественная проработка соответственно на этапе внедрения. То есть библиотеку взяли, за день посмотрели, о да, окей, ну все, надо. То есть нет возможности, нет времени всегда фундаментально подойти к изучению какого-то проблемы, какой-то кусочка. Ты прав, это, конечно, конфликт, тоже структурный конфликт, от него никуда не деться. Если мы боремся за скорость, то мы вынуждены бороться за скорость. И получается, что ты говоришь о том, что действительно на ресерче остается меньше времени. Да, это структурный конфликт, от него никуда не деться, но мы это компенсируем. Мы компенсируем тем, что мы стараемся редуцировать скоуп. То есть не брать все сразу, не делать все сразу, как раз делать маленькими фрагментами, маленькими кусочками, наслаивать их. И получается, слой за слоем мы масло намазываем на наш бутерброд. Первый слой простой, ага. Ключевые гипотезы, инженерные, технические, ключевые рыночные гипотезы проверили. Супер. Следующий слой, следующий слой. Это не бесплатно. Безусловно. Если мы условно в варианте большого обфронта, заранее большого проектирования, мы не делаем столько рефакторинга. Получается, мы платим за вот это постоянное инкрементальное развитие, мы платим рефакторингом. От него никуда не деться. Поэтому мы практикуем баланс. Понять, что обфронт дизайн нужен, просто не нужно заниматься этим полгода. Мы ключевые гипотезы обозначаем, формируем абстракции, то есть обкладываем наше ядро абстракциями, и потом постепенно наращиваем функционал этих реализаций. То есть, грубо говоря, проектирование архитектуры сводится не к тому, что мы все полностью рисуем, а ключевые точки выделяем. Эти ключевые точки тоже тут должна быть плотная, безусловно, работа с продуктовиками, с аналитиками. Не от балды ключевые точки должны выбираться системы, а исходя из рисков, которые несут в требованиях. То есть, грубо говоря, какие решения убьют наш бизнес. В это нужно понимать бизнес. Потому что мы очень тоже склонны часто страдать перфекционизмом, говорить, вот, нет, нам написали в требованиях, там респонс тайм не более 100 миллисекунд. Вот давайте его двигаться. Давайте его, да. А на самом деле, там чувак от балды просто что-то написал, это тоже результат коммуникации, постоянного непрерывного продажи своих решений, понимания их конфликтов и компромисса. И вот это идет торговля между человеком, который ресурсным менеджером является, второй участник конфликта – это продуктовый менеджер или аналитик, и третий участник конфликта – это архитектор-разработчик. Вот эти трое, они образуют некоторый такой треугольничек, и начинается торг – сколько мы готовы вложиться. И вот как раз архитектурное проектирование – это выделение ключевых точек, в которых максимальные риски сосредоточены. Но не нужно заниматься афронтом полгода, иначе это просто, опять же, убьет бизнес. И тоже вот важная очень ремарка, чтобы тоже не подумать, что это универсальная серебряная пуля. Мы говорим сейчас про ситуацию современного типового бизнеса, который живет в условиях высокой неопределенности. Если у вас бизнес живет, ну так получилось, да, живет в условиях определенности тотальной, вот здесь действительно имеет смысл зачастую как бы идти поспокойней, больше закладываться об фронта, если рыночная ситуация вам это позволяет. Ну это больше, наверное, какие-нибудь такие, не знаю, госзаказы, которые там долго играют, что-то такое, наверное. То есть если вы сделаете не так, это не убьет ваш бизнес. Вот если вы живете в такой ситуации, вы можете себе позволить побольше об фронта, можете позволить движение поспокойнее, можете позволить большее количество вашей. Если вы живете в более динамичной среде, то у вас просто не остается другого выхода, как быстро-быстро-быстро проверять как рыночные гипотезы с одной стороны, так и инженерные гипотезы. То есть у вас просто нет времени и сил, ресурсов на большое предварительное проектирование, реализацию там адового прототипа за полгода. К сожалению, у вас просто нет такой возможности. Поэтому вы начинаете вот этот бутерброд намазывать тонким слоем за слоем и платить за это вот этим рефакторингом, безусловно. Но это плата, которую мы платим за выживание и за успех. К другому, к сожалению, не получится. Да, не все так просто. Ну, если так фундаментально посмотреть, на самом деле все просто. Нужно понять, чем ты готов заплатить. Вот и все. Как только это понимание приходит, что халявы не бывает, то есть до какого-то возраста, мне кажется, любой инженер, он ищет вот эту серебряную пулю. И сколько бы он там не утверждал, что обратное, да, вот интуитивно, интуитивно он ждет этого, что вот сейчас я придумаю там новый язык или там прочитаю про новую библиотеку или что-то еще такое. И она решит все мои проблемы, да. Да, и это прям будет волшебно. В какой-то момент, вот момент, наверное, вот этого формирования зрелости, взрослости, человек отпускает. Например, что за все нужно платить, точка. Как только он это осознает, все становится предельно понятно. Остается технический вопрос. Выявить факторы, которыми ты готов заплатить, выявить факторы, за что ты платишь. И дальше уже из копилки либо внешней головы из опыта, либо из своей головы из опыта просто подбираешь соответствующие культурные, процессные и архитектурные паттерны. Выстраиваешь эту пирамидку, и просто тебя уже не волнует вопрос, что вот я сделал что-то неправильно. Нет, ты делаешь все правильно. За все приходится платить, точка. Вопрос, как бы соптимизировать это, да, и снизить плату. Да, он столит, и тут как раз искусство инженера и заключается, что вот такое решение, которое вот за меньшую стоимость, за меньшие трудозатраты мы получим больше. Но в целом платить по-любому приходится, и как только человек это понимает, мне кажется, это момент зрелости. Слушай, знаешь, интересная такая мысль появилась. Во всем сейчас, ну, как это называется, девопс такое, движение, течение, я уж не знаю, да? Вот мне кажется, оно вот в контексте нашего сейчас разговора тоже такое имеет, мне кажется, не последнее значение во всем этом вот скорости, во всех этих быстрых итерациях. И тут тоже вот, как мне кажется, да, ну, там, некоторое время назад, там, не знаю, вот этого не было, вот эта культура, вот, она тоже выращивается, как бы сейчас взращивается, видимо, там, ну, в силу требований каких-то внешних факторов. Но вот ты что думаешь вообще, насколько это тоже важно, и как оно вот ложится вот во все эти процессы? Ну, смотри, это очень логичное движение, и более того, мы сейчас тут с тобой звонгуем, мне кажется, как бы следующее продолжение, во что это вылится. Но чтобы понять, что такое девопс, нужно немножко про потоки поговорить, да, вот поток создания ценностей. У нас есть и процессные модели, которые видят компанию как конвейер по созданию ценностей, такой поток. Можно много, допустим, комбан, это типичнейшая процессная модель, которая именно потоковая. Теория ограничений. Прекрасная тоже модель менеджмента, она более сложная, местами даже гораздо более сложная. Но в целом тоже мы видим поток создания ценностей, ищем узкие места и балансируем. То есть нет смысла перезагружать техписа, если все равно следующий за ним, я не знаю, тестировщик, он не справляется. На какой смысл? Вот это вопрос о здравом смысле. Люди с ресурсной культурой, давайте все должны быть загрушены. Они видят свою миссию в том, что все фигачат 100%, а лучше 110%, а еще лучше 120% своего времени. Это ресурсная культура. Но если вы учите здравый смысл, какого фига всех перегружать, если все равно все это упирается в одного, в двух, в трех человек, и дальше вот, то есть у тебя вся производственная мощность, она опирается вот в эти ключевые ограничения. Но зачем? Зачем всех перезагружать, если от этого выхлоп не увеличивается? Все равно есть ограничения. Вот вы прослушали краткое содержание теории ограничений, или арху Галдрата. И вот если эту идею продолжить, получается такая штука. Мы внедряем канбанчик, который можно считать такой очень сильно упрощенной версией теории ограничений. Да простят меня коллеги, которые считают по-другому. И получается, мы оптимизировали-оптимизировали наш поток, оп, сбалансировали. И получается у нас такой конвейер, красиво все сбалансировано, все шикарно. И тут мы направимся в границе этого конвейера. У нас есть граница на входе, но наши ключевые ценности agile, они как раз в первую очередь расшивают эту границу, что заказчик, который поставляет нам в требования, должен быть максимально доступен, максимально близко. Он не должен стать ограничением. Поэтому вот эту границу слева нашего конвейера мы вообще уже давным-давно, когда еще скрамом занимались, мы ее расширили. А теперь пришло время границы справа. То есть мы так эффективно, быстро поставляем четко, ритмично, все такие клевые. Йоу-йоу, камон. И тут бах, все это упирается, оказывается, в людей, которые будут там на правой стороне, вот если слева направо рисовать, на правой стороне все это дело будут внедрять, уже на стенды сопровождать, как-то обновлять. Вот это все, то, что мы называем опс. И выясняется, что вот если брать наш кусочек, у нас все зашибись. Но с точки зрения бизнеса, с учетом того, что ограничения у нас дальше уже по потоку, как бы бизнесу пофигу, что мы так клево и ритмично поставляемся, все равно он ценность свою, получает долго, мучительно и хреново. И вот, собственно, продолжаю эту идею. Так, давайте же продлим наш поток и в наш конвейер, в эту систему ценностей и балансировки потока включим еще это ограничение. Давайте затащим ребят, которые опсы, и начнем с ними нормально коммуницировать. Мы сделаем так, что мы им поможем, мы не будем их перезагружать, то есть мы с ними будем сбалансированы, мы с ними будем плотно коммуницировать, мы им будем помогать, они нам будут помогать. И да, получается, вот если обобщенный такой поток посмотреть, мы его можем теперь сбалансировать, и теперь все станут гораздо более счастливы. И вот, собственно, идея на самом деле вопс ровно в этом состоит, что давайте снимем коммуникационное трение, процессное трение, организационное трение с теми людьми, которые являются таким фронт-эндом для бизнеса, который поставляет им ценность. И вот, собственно, вопс ровно про то, если немножко эту идею продолжить, а кто дальше? А дальше у нас стоят первая линия поддержки, дальше вторая линия поддержки, а дальше кастомер. И я думаю, что через несколько лет, не знаю сколько, насколько динамично будет развиваться, следующее – это будет уже саппорт опс. То есть когда мы втянем в нашу производственную систему еще и первую, вторую, третью линию поддержки. А самый шик – это кастомер опс. То есть когда мы настолько продлеваем нашу, что мы конечную точку замыкаем, то, что является источником хотелок, мы полностью выстраиваем и к нему же обратно приходим. И вот этот набор хотелок и ценностей замыкается в такой круг и там циркулирует очень оптимально. Но это, опять же, втянуть кастомера в пределе. С другой стороны, в нашу производственную систему это большой труд, это делают компании, но представьте, что у вас по сути кастомер является членом команды. Не все к этому готовы, они все это понимают. Как это сделать? Я думаю, будет очень много экспериментов. Уже эти эксперименты проводятся. Во что это превратится, мы не знаем. Но движение в это идет. Тут, конечно, так вот кастомеры все-таки это не какой-то не один человек, а вполне может быть много разных. Их очень, они не всегда могут даже, скажем так, лечь как-то в культуру вот этого процесса работнического. Это очень интересный вопрос. Как это может быть решено, скажем так? Ты знаешь, 10 лет назад сложно было представить, что мы, например, будем иметь какие-то современные виды CRM, анализ бигдейта, чтобы через 10 лет мы тоже с трудом себе представляем. Но если мы админов научили нормально общаться и с ними сами научились нормально общаться и выстроили с ними совместную культуру, вот этот самый DevOps, кастомерам, наверное, тоже может получиться. Ну да, будем верить. Поэтому посмотрим, во что это превратится. Представь себе такой замкнутый цикл, где ты через какие-то механизмы, пока не изобретенные, неведомые, хочешь что-то от системы, и она тебе очень быстро тут же в индивидуальном порядке эту фичу поставляет. Вот это вот некоторый тот мир, куда нас заведет DevOps рано или поздно. Но когда это случится, как это будет, мы себе пока с трудом представляем. Ну да. Но, кстати говоря, DevOps это же не только как бы про админов, это еще и то, что сами разработчики тоже немножко лучше вникают в процесс поставки. Безусловно, хотя, наверное, все же это, мне кажется, больше изначально со стороны именно админов опсов пошло. Маловероятно. Это все-таки движение со стороны таких вот agile, оккультурных разработчиков. Потому что они начали, во всех случаях, это то, что мы наблюдаем в компаниях, чаще всего инициатива. Она идет все-таки со стороны слева направо, то есть со стороны разработки, но при этом она встречает очень большую поддержку со стороны. То есть админы об этом не говорят. Они этого хотят, но не говорят. А разработчики этого хотят и говорят. Но админы, они такие, знаешь, ленивые, скромные все очень, поэтому... Ну, я не знаю, с чем это связано. Может быть, действительно, с культурными особенностями. Тут, наверное, какое-то интересное можно провести соц. обследование. Но вот как-то опыт показывает, что чаще слева направо. Хотя, может быть, есть кейсы, когда справа налево, когда админы являются инициаторами этого такого коллективного потока в создании ценности. Но я такое, честно говоря, ни разу не видел. Но это не значит, что этого нет. Я уверен, что есть клевые админы, которые наверняка тоже хотят что-то поменять к лучшему. Ну да, согласен. Слушай, здорово. Кажется, мы так вроде бы основные вопросы, какие хотели, затронули. Так, судя по всему, даже немножко хотелось, конечно, углубиться, может быть, в процесс построения архитектуры, на основе этого фидбэка. То есть, какие здесь, может быть, такие ключевые, моменты, тезисы, стоит обратить внимание. То есть, опять, еще, смотри, процесс разработки, ТЗ, написание ТЗ, на основе ТЗ, то есть, это анализ бизнес-требований, на основе которого появляется какое-то техническое задание, на основе которого, наверное, выстраивается какая-то архитектура. Вот как все эти процессы тоже между собой совместить, при том, чтобы еще и в рамках agile вот этого быстрых итераций, как все это замкнуть, чтобы не развалилось. Потому что тут же очень много моментов, ну, в смысле, они последовательны, то есть, по сути, ТЗ, потом архитектура, потом разработка как-то. Безусловно, они где-то перекрываются, но вот есть какие-то ключевые моменты, которые всегда ты должен дождаться предыдущего, какого-то результата, на предыдущие шаги, на предыдущем какой-то стадии. Вот как все это увязывается, мне вот просто интересно. Ну, вот мне кажется, как раз стоит мыслить в том направлении, что не обязательно поток мы... Ну, наверное, основная проблема в том, что заказчик сам не знает, что хочет, это абсолютно типовой кейс, и нужно дать ему время на осмысление, для того, чтобы он понял, что ему на самом деле надо, ему нужно дать что-то попробовать. Вот, и мы как раз приходим к такой достаточно хорошей, на мой взгляд, работающей модели, инкрементальной архитектуры, когда мы не делаем весь скоуп, мы делаем набор фич, на его взгляд, самых-самых важных, и вот этот, то есть мы начинаем практиковать продуктовые механики в заказной разработке, а ключевая продуктовая механика это минимально жизнеспособный продукт, MVP. Ну да. То есть мы вам отгружаем этот MVP-шечку, это еще вот мы, мы видели это на самом деле тоже давно, просто немножко по другим названиям, лоскутная автоматизация, когда мы куски, фрагменты автоматизируем, остальные кусочки не автоматизированы, но это тем не менее дает прекрасную модель апробации, пользователь, клиент начинает использовать это, и у него уже появляется осмысление. И мы не делаем лишнего, мы не делаем то, что ему по факту не надо. То есть опять же, здравый смысл против каких-то формальных моделей. Формальный модель говорит, давай нам скажи все, что ты хочешь сразу. Да заказчик бы и рад сказать, но он не знает о том, а мы ему как бы, мы его загоняем в угол, бьем битой там контрактами, обязательствами, пытаемся отжать, что вот давай все сразу отгружаем, весь скоп, все хотелки. Но он сам не знает, что хочет, это не его вина. Поэтому мы начинаем такие продуктовые механики использовать, MVP, отгрузили ему маленький скоп, вот он начал использовать, он уже гораздо более смыслный фидбэк нам дает. Да, ребята, давайте вот это сделаем, оставим так, а вот это на самом деле нифига не нужно, а вот это переделаем. Да, и мы начинаем тоже двигаться и трассами, внахлест, то есть никто не мешает заниматься анализом, в параллельно вести разработку. То есть тут можем немножко поиграться различными техниками, в зависимости от тоже баланса денег, рисков и сроков. Можем чуть-чуть там треугольничек этот подвигать, но в целом идея такая, что тоже маленькими шажками по чуть-чуть поставлять и заказчик гораздо больше начинает понимать о системе сам, мы гораздо больше начинаем понимать о системе сами. И мы вместе, совместно с ним, выстраиваем ценность для него. И это как раз тоже приводит нас к этой идее инкрементальной архитектуры, когда мы начинаем с очень компактного простого ядра, закрылись абстракциями от ключевых точек расширения, от ключевых осей вариативности и постепенно нужную ось вариативности, нужную точку расширения начинаем наращивать по необходимости. И вот таким образом инкрементально архитектуры выстраиваем. Понятно, что мы платим за это, безусловно, таким достаточно обильным рефакторингом, но это наш билет в то, что мы делаем не waste, то есть не то, что не нужно, а каждую строчку, которую мы сделали, она оправдана. Она действительно нужна. Кстати говоря, от Коли, знаешь, еще не затронули тему рефакторинг, но тут, мне кажется, тоже важное значение имеет покрытие тестами, вот это все, потому что если у тебя нет большого покрытия хорошего тестом, то рефакторинг делать, и он неизбежен, как мы понимаем, это в любом случае, но вопрос, сколько ты сил и ресурсов потратишь на то, чтобы его сделать, и чтобы потом его проверить, чтобы он дал тебе тот же результат в конечном итоге. Безусловно. То есть мы даже не обсуждаем ситуацию, когда мы начинаем делать рефакторинг без тестов. Тесты – это тоже необходимый технический налог, он не бесплатный, тесты не стоят ничего, они стоят достаточно дорого. Да, конечно. И в некоторых случаях очень дорого. Но, тем не менее, это необходимые условия, которые позволяют нам двигаться вперед. Вот если бы в идеальной мере affront-дизайна, когда мы все заранее запроектировали, с первого раза попали и в ожидание заказчика, и с первого же раза мы архитектуру реализовали так, как надо. Вот в условиях сочетания этих двух несочетаемых факторов, да, действительно, мы бы могли себе позволить не задуматься о трансформации. Но трансформировать придется. И тесты – это как раз необходимое абсолютно вложение, которое позволяет нам трансформировать ритмично, быстро и действительно привести систему туда, куда нужно. Без тестов это вы просто умрете в какой-то момент под дефектами. – Да. Что ж. – То есть это неизбежное зло со стороны, да, с точки зрения менеджера, да, ну чего там, зачем технический налог, там 30% на что еще треть трассите? Да, мы объясняем, это как раз, грубо говоря, инвестиции в кроссовки, которые позволяют нам бежать очень быстро. Мы можем бежать без кроссовок, просто это будет очень недолго и мы умрем быстро. Да, но сегодня это будет дешевле. То есть вопрос, опять же, к бизнес-модели. Если мы мыслим проектно и, грубо говоря, вот от сих до сих откопали, нам отгрузили бабло, мы отгрузили какой-то там непонятный софт и все, и друг друга забыли. Здесь мы все равно в такой парадигме. Ну, кстати, это тоже, я так немножко, конечно, утрирую, есть нормальные проекты, где действительно не подразумевается поддержка. Вот везде, где не подразумевается развитие и поддержка, мы можем себе позволить, да, забить, ну, и обречь на некоторые боли и страдания тех людей, которые поддержкой все-таки будут заниматься. Но если мы изначально нашу бизнес-модель строим не от проекта, а от потока, ну, то есть, грубо говоря, можно поток или сервис представить в виде такого проекта, который не имеет конца. То есть мы договоримся с клиентами, смотри, все хотелки просто фигачи, мы будем их реализовывать. Вот если мы изначально так строим нашу бизнес-модель, то тут без тестов и без вложений в инфраструктуру ну, просто нельзя. Вы просто не обеспечите заявленную бизнес-модель. То есть, когда вы мыслите не проектами и сроками поставки целиком завершенного функционала, а к тому мыслите потоком изменений фич и качеством и сроков вот этих маленьких инкрементов, тогда у вас просто без тестов, без вариантов. Ну да. Слушай, ну, по-моему, вроде бы мы осветили все такие темы, какие хотели, а в завершении, не знаю, стоит, наверное, как-то, может быть, ты что-то скажешь, какие-то напутственные такое важные, ключевые слова. Хотя я даже знаю, что ты скажешь, что, ребята, надо думать. Ну да. Всегда. Всегда и о всем. Но тем не менее, если что-то добавишь, то... Ну, что можно добавить? На самом деле, в интересное и вовремя живем, потому что, с одной стороны, вот эти культурные изменения, ну, то, что мы условно по таким зонтичным брендам Agile говорим, это действительно серьезная трансформация очень, когда мы разворачиваем инженера, специалиста как бы не тем, чем он раньше был развернут, а лицом и к заказчику, и к миру. Да, это очень интересная ситуация, на самом деле, которая, мне кажется, очень многое изменит. И вот эта идея перехода к таким потоковым системам, когда мы все дальше и дальше вот расширяем границы нашей системы производственной, втягиваем туда админа, да, еще кого-то скоро втянем, это очень интересная ситуация, которая заставляет совсем по-другому относиться к инженерным проблемам. Те модели, которые мы раньше использовали как инженеры, я имею в виду там типовые паттерны какие-то, типовые решения, они потихонечку перестают работать. То есть, раньше там вот нате вам там книжку Фаулера по архитектурным паттернам и погнали. Сейчас уже так особо не получится, да, все меньше у нас есть возможностей для обфронт-дизайна. И все больше нам нужно уметь на лету трансформировать. Причем, зачастую, по-живому, да, резать, как бы пришивать руку, здесь отрезать голову. Тут порой бывает такое, что приходится как-то очень в сжатой сроке очень сильно менять, потому что там, условно говоря, вот вся та же пресловутая неизвестность, которая неожиданно оттуда выплыла вот новые требования, которые совсем противоречат тому, что мы там делали последние там сайт-итерации, да. Абсолютно. И всю архитектуру разломало. Да, и все поломало, и вот мы, ах, как же так. То есть, ты такое там так клево запроектировал все, такие клевые абстракции, такие клевые паттерны, потом прилетает мелкое требование, да, и оно все в клочья просто разрывается, на эти неизбежности. И вот, собственно, что я хотел на пустую какое дать, это что на самом деле офигенно интересно. Это требует, ну, наверное, на голову более высокой квалификации, ответственности, осмысленности, как-то результативности, и это на самом деле очень интересно. То есть, интересное время живем, посмотрим, к чему это все приведет, конечно, какой очередной виток наша индустрия совершит, но вот сейчас в моменте это достаточно движушно. Это прикольно. Новые технологии появляются, которые зачастую являются, конечно, результатом переосмысления старых технологий. И часто, кстати, если вратимание в сторону упрощения, то есть, как-то вот реинкарнация чего-то старого родом из 90-х или из 80-х, да, ну, вот попроще, полегковестнее, попроще. Ну, да, это вот из последних, кстати, в тему это вот всем известный там СО, да, там и в СДЛе сервисы. Да, 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 добро пожаловать в Корбу. Да, 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 и то, что сейчас как бы вот там Фалькор, Фалькон и прочих-то там в Нетфликсе и Фейсбук там переосмысление, да, вот, то есть, уже, скажем так, на современных технологиях, но по сути это вот про то же вот эти все. Да, 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 это, мне кажется, связано с циклом тоже роста и выбывания программистов, которые еще помнят старое, они тоже его естественным образом выбывают. Ну, смотри, какой прикол, да, вот там была Корба, да, потом что-то фигня какая-то, давайте сделаем веб-сервис. Окей, запилили, давайте сделаем более легковесные, более такие прикольные веб-сервисы, хипстерские. Ну, тогда слова такого не было. Фига-ка, они все утяжеляются, утяжеляются, потому что задачи разные, нужно решать задачи все больше и больше, оп, утяжелились. Да, хочется сделать универсально же, как же без этого-то, да? Да, да, да. Так давайте еще проще сделаем, давай, всю эту фигню выкинем, давай новую зиму, оп, REST появляется. Тоже легковесные все фигни, и тут что мы видим? А, блин, что-то REST не очень удачно подходит для сложносвязанных сущностей. Да, да, нет связи, нет понимания, как бы нет четкого определения, надо как-то формализовать процесс, и вот оно, хоп, здравствуй, СО, в новом виде. Ну, не СО, а вот у них прям отдельно продвигает Facebook такую историю, такой query language, язык запросов, вот как раз, ну, то есть реально, на самом деле, да, такой кишками наружу вывернутый SQL, который для вот таких распределенных сущностей. И мы просто, когда те еще, кто помнит Корбу, смотрят на этот там 48-й виток на одном и том же месте, на самом деле, ничего нового не происходит. Поэтому, если ряд фундаментальных принципов понимать, в общем-то, ну, как бы каждая новая технология, она не такая уж сложная становится, да, вопрос времени и желания ковыряться там в технических деталях, там, как это запустить, настроить, ну, для этого есть молодежь. Им это движущно, им это прикольно, вот, а old school уже может заняться более таким фундаментальным, ключевым принятием архитектурных решений. Поэтому, опять же, время интересное, движущное, поэтому, мне кажется, прикольно то, что мы в этой индустрии, и пока эта индустрия является драйвером, а это, мне кажется, еще у нас запасики лет 10, наверное, есть. Вот, можно, в общем, расслабляться. Потом дальше мы уже загнемся, как самая такая хайповая индустрия, дальше будет биотехмет, так что, кто хочет жить долго в очень востребованной индустрии, переучивайтесь на биотехов, биоинформатиков, там это будет следующий хайп очень большой. Ну да, ну а те, кто все еще пока что остался зачем-то войти, то тоже не унывайте, здесь есть чем. Да, еще декаду, 10 лет, будет полно работы, очень интересно. Да, есть чем развести. Ну что, Жень, спасибо тебе большое, что пришел, было просто суперинтересно пообщаться на вот такие темы, больше архитектурные и какие-то методологические, методологические, вот такого в моем подкасте еще не было, но надеюсь, нашим слушателям тоже будет интересно. Как всегда, напомню, что очень хочется получать обратную связь от вас, фидбэк, поэтому пишите, сигнализируйте, понравилось, не понравилось, комментируйте, еще что-то, это всегда очень важно и в конечном итоге тоже сказывается на дальнейших выпусках и на подкасте в целом. Все правильно, а то тоже так получается, вот мы тут про культуру, про фидбэк, про циклообратной связи, про производство системы, как-то, ребят, если не отфидбэчите, в общем, ничего этого не будет, поэтому переломите себя как-то, я не знаю, отфидбэчите, чтобы понять, как дальше двигаться к подкасту. Обязательно, обязательно. Ну что ж, всем спасибо, друзья, что были с нами и до новых встреч. Пока-пока. Всем спасибо. Спасибо.